Добрый день. Во вчерашней передаче мы говорили о будущем российской экономики. Поводом для этого послужила статья премьер-министра России Владимира Путина. Мы говорили в частности о том, что в этой статье Владимир Владимирович уделяет особое внимание роли государства в экономике. Оппоненты были в чем-то согласны другому, но большей частью не согласны. Вот хочу начать с этого, о роли государства в экономике. Дмитрий, как вы считаете, должны вы увеличивать роль государства в экономике или нет? Вот конкретный пример инвестиций в инфраструктуру, в дороги. Значит, вот Путин 12 лет у нас управляет. За это время было у государства очень много денег. Государство наше просто купалось в деньгах, потому что нефть давала огромные доходы государству. Сколько дорог построено в Ленобласти? Можно ли по Ленобласти нормально ездить до дальних ее концов? Не поверите, уже можно. В минувшем году было потрачено столько, сколько потрачено за предыдущие пять лет. Вот, замечательно. Значит, действительно, вы очень хорошо отметили, что потрачено было много. Построено, прошу прощения. Нет, построено. 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 Ага. Потрачено было очень много. Я бываю в Ленобласти, езжу по разным местам, вижу, какие дороги. Кое-что было, конечно, построено. Но при строительстве дорог существует замечательная система откатов. Значительная часть денег просто воруется при такого рода строительстве. Я не говорю конкретно о Ленобласти. Я не знаю, сколько там украдено в том месте или в другом при строительстве дорог. Но экономисты показывают, как много воруются именно при такого рода государственных инвестициях. Вот мы должны об этом помнить. Это не значит, что не надо строить дороги. Надо строить дороги. Естественно. Но надо постоянно иметь в виду, что государства, государственные чиновники только и смотрят, чтобы мы дали им возможность украсть значительную часть денег из государственных инвестиций. Предположим, ведь. Но, тем не менее, Владимир Владимирович в этой же статье сказал о борьбе с коррупцией, как об одном из... О самом важном, наверное, то, что сейчас должно происходить в стране. Правильно я понимаю? Ну, безусловно, это обязательно должно происходить. Я и мои коллеги по профсоюзу граждан России являются горячими сторонниками возвращения смертной казни, в том числе за казнократство в особо крупных размерах. То есть, если существуют случаи, когда люди воруют огромные суммы денег, то эти люди должны нести заслуженные доказательства. Я думаю, что уважаемый либерал, уважаемый коллега со мной в этом смысле согласится. Есть преступление, должно быть наказание. И наказание должно быть самое жесткое. Я согласен, но речь идет немножко о другом, о том, что вот все предыдущие годы, как считает Дмитрий, и многие так считают, происходило именно разворовывание тех денег огромных, которые свалились вдруг-не вдруг на нашу страну. Значит, давайте разберемся. Для того, чтобы что-то воровать, это что-то должно появиться. Давайте просто зададим вопрос, а откуда в бюджете России, вообще в России появились деньги? Все очень просто. Нефть, газ. Нефть, газ, все это очень хорошо. Но при Борисе Николаевиче Ельцине почему-то наши уважаемые либералы и их американские советники забыли сделать самое главное. Они не сделали налога на добычу полезных ископаемых. В итоге нефть качалась, газ продавался, и все оседало на Каймановых островах. В России не было фактически ничего. Пришел Владимир Путин, он изменил законодательство и ввел налог на добычу полезных ископаемых. И в этот момент началось наполнение бюджета. То есть, при Ельцине якобы забыли сделать самое главное, создать нормативную базу, чтобы эти деньги могли остаться в бюджете. Я понял. А то, что цены на нефть были гораздо ниже, чем при Владимир Путине? Ну, они не были гораздо ниже. Я хочу сказать, что цены позднего Горбачева абсолютно совпадают с ценами раннего Путина. А давайте посмотрим на разницу результата. Нам говорят, что Горбачев развалил Советский Союз именно потому, что у него не было денег, цена на нефть очень сильно упала. Конечно, это было. Но Путин, находясь в значительно более сложной ситуации, при стартовой такой же цене на нефть, достиг совершенно других результатов. Россия сохранилась и двигается вперед. Давайте это тоже не забывать. Да, ну вот еще одна мысль в статье Владимира Путина. Это о том, что, ну, об этом многие говорят, и в том числе и либеральные политики, и не совсем либеральные, что пора переходить от сырьевой экономики к экономике инноваций, модернизации и так далее. Хотя мне так кажется лично, что добыча нефти и разработка нефти тоже вполне себе модернизационная экономика. Вы как считаете, Дмитрий, в этом плане Путин прав, что пора с сырьевой соскакивать на какую-то другую? Значит, при восшествии Путина на престол, так сказать, цена на нефть у нас... Не на престол, как президенту, да? Наверное, это разные немножко вещи. Ну, вы же понимаете, что я несколько условно говорю. Значит, в тот момент, когда Путин становился сначала премьер-министром, потом президентом в конце 90-х годов, цена на нефть у нас была около 10 долларов за баррель. Тех 10 долларов? Помните еще инфляция, да? В долларах у нас не такая высокая инфляция, не надо путать с рублевой инфляцией. 2% в год. Да, в долларах цена не так сильно растет. Да что вы говорите, скажите, цены не ревизы. Секунду, секунду. Значит, тогда цена на нефть была около 10 долларов за баррель, сейчас она около 100, а был период перед кризисом 2008 года, когда она достигала 140 долларов за баррель. Так что очень большие изменения произошли в цене на нефть. Я все-таки подчеркиваю, что именно с этим связаны успехи той системы экономики, которую выстроил Путин. То, что сказал ваш коллега про налог, у которого при Ельцине не было, налог на добычу ископаемых, нет? Я согласен с тем, что в начале путинского периода была проведена очень хорошая налоговая реформа. Кудрин молодец, он прекрасную реформу провел, но там было, кстати, много изменений, не только этот налог. Тогда была введена плоская шкала подоходного налога, вот эти 13%, отменен налог с продаж, там много чего было сделано. Хорошая была реформа. Негативные изменения в путинской политике начали происходить примерно с 2003 года. Но это уже детали, в которые, наверное, можно не вдаваться. Да, мы сейчас говорим про сырьевую экономику. Я спросил про то, что следует ли России переходить от сырьевой экономики к какой-то другой. Конечно, следует, спору нет. Следует. Вы тоже с этим согласны, да, Николай? Конечно, нужно расширять сферу российской экономики. Мне хотелось бы прокомментировать тезис моего коллеги. Смотрите, как успехи, то это реформа Кудрина. Как сложности, то это время правления Путина. То есть, да, сразу происходит манипуляция общественным мнением. Поэтому давайте определимся. Если мы руководителя страны считаем ответственным за какие-то минусы, то давайте считать его и плюсы ему зачитывать. Но самое главное, что я хотел сказать, совершенно не важно, какой толщины поток нефтедолларов идет к вам. Если у вас дырявое дно и нет у вас законов и налогов, которые оставят эти нефтедоллары в казне, было бы 150 при Ельцине, Ходорковский бы заработал лишних 100 миллиардов или триллиона и опять попытался бы скупить Государственную Думу. Вот что было бы. Изначально надо было менять законодательную систему. Что же касается периода, когда якобы у Путина началась неправильная политика, то тоже обратите внимание, это период, когда он уволил премьер-министра Касьянова, известного как Миша 3%. То есть, как только одного коррупционера в правительстве уволили, просто раньше это было невозможно, Путин набрал уже силы и суверенитета столько, чтобы поменять своего премьер-министра, сразу он либералам перестал нравиться. А я думаю, что нашим зрителям очень нравится, когда коррупционера выгоняют из правительства, тем более, что все знают эту кличку его, и она дается не просто так. Обратите внимание, нет ни одного другого действующего политика или экономиста, которого бы хоть какие-то проценты к нему приписывали к фамилии, только Касьянову. Ну, да, согласен с вами. Давайте вернемся к экономике. Нет, простите, поскольку мы уважаемый собеседник сказал, что я манипулирую общественным мнением, то я просто вынужден отметить. Да, нет, я не пытаюсь манипулировать. Значит, реформа налоговая была проведена Кудрином, естественно, при президенте Путина, в этом спору нет. Более того, Кудрин, кстати, сам недавно сказал, что он мог проводить какое-то время прогрессивное преобразование только потому, что его поддерживал Путин при сопротивлении единой России. Заслуга Путина есть в этой налоговой реформе? Скажите, вы не можете никак произнести это? Подождите, не перебивайте. Я именно об этом и говорю. Кудрин смог провести эту реформу, потому что Путин его поддерживал. Но, по-моему, я совершенно однозначно высказался. Есть заслуга Путина в этой реформе или только Кудрина? Скажите прямо. Зрители ждут вашего ответа. Есть заслуга Путина в том, что нефтедоллары стали попадать в наш бюджет? Скажите. Николай, может быть, вы мне дадите, не перебивая, ответить? Я, по-моему, совершенно однозначно признал, что в этом заслуга Путина есть. И еще раз повторяю, если непонятно было сказано, что негативные изменения в политике Путина начались примерно в 2003 году. И вы насочинили, что это связано с отставкой Касьянова. Ничего подобного я не говорю. Посмотрите даты. Ну, не перебивайте, не перебивайте. Дайте высказать. Вы совершенно не терпите уважения чужого. Хорошо. А что случилось в 2003 году, как не отставка Касьяновой администрации, которая была еще приятельной? Объясняю. Я, как экономист, как профессионал в этой области, говорю просто о конкретных реформах. Вот до 2003 года была приведена разумная налоговая реформа. Факт. Была начата разумная пенсионная реформа. Это тоже факт. Потом все реформы прекратились. Пенсионная реформа практически была выхолощена. Была приведена не очень удачная монетизация льгот. Были приведены другие не очень удачные попытки преобразований. И фактически страна стала жить именно за счет высоких цен на нефть. Примерно в 2003 году как раз и произошел этот большой скачок цен на нефть, который позволил Путину не проводить никакие разумные реформы, а просто делать вид, что у нас в экономике уже при нем стало все хорошо. Он мог тратить эти деньги на социальные нужды, очень разумные, и на безумные несоциальные нужды, на военные расходы, на полицейские расходы. И так он управлял практически до настоящего момента. И кстати о коррупции. Да, про Касьянова говорят меньше 2%, 3%. Я совершенно не являюсь сторонником Касьянова. И в те годы я написал немало текстов, где критиковал его линию. Так что опять не надо мне это приписывать. Но сегодня уровень коррупции ничуть не меньше, чем при Касьянове. И сам факт того, что Путин признал, что 5-10% бюджетных денег уходит в откаты именно при нем и при Медведеве, это факт. Путин сам об этом написал. Я согласен, что коррупция, если все знают, что она есть, и все-таки действительно раз Путин об этом говорит, я надеюсь, что он будет с коррупцией бороться. Все-таки хочется вернуться еще раз к экономике. Вот там есть такой пункт аналогии для богатых. Вот как вы к этому относитесь? Чтобы люди, которые зарабатывают миллионы или получают миллионы долларов, платили не 13%, а 30-40%. Как делается во многих странах? Я думаю, что на сегодняшний момент уже мы подошли. Общество доросло до понимания того, что плоская шкала налога должна быть изменена. Возможно, немного, возможно, плавно. Должен быть какой-то поступательный процесс. Но, конечно, богатые должны платить меньше. Но в этом смысле... Конечно, больше. Я хотел сказать, что есть еще один момент, который был сознательно реформаторами, в кавычках, младо-реформаторами, выведен из налогообложения. Так называемые доходы по акциям. Например, тот же самый Анатолий Борисович Чубайс получает сумасшедшие деньги, потому что является владельцем определенного пакета акций. И вот эти деньги вообще не облагаются по доходным налогам. Поэтому, мне кажется, здесь есть еще важный источник увеличения доходов нашего бюджета. Конечно же. Но в любом случае, мы с вами видим четкую тенденцию. Как только государство начинает платить людям деньги, особенно, если это люди в погонах, в форме, если деньги вкладываются в наше вооружение, в развитие наших смежных с армией отраслей, то есть, когда начинают жить заводы, которые производят вооружение, у либералов это сразу не нравится. И тот же самый Кудрин сейчас просто пацифист, каких мало. Кричит, что военный бюджет такой принимать нельзя. И это на фоне того, как сам Бжезинский говорит, что барабаны войны просто неуклонно приближаются. Бжезинский, известный преследователь. Все-таки передача у нас подходит к концу. Мы сегодня говорим об экономике. Я должен пару слов сказать тоже. Извините, уж извините. Хорошо. Пару слов можно, пожалуйста. Я еще раз подчеркиваю, что сокращение военных расходов важно для того, чтобы увеличивались социальные расходы, чтобы наши зрители, среди которых много пенсионеров, бюджетников, получали эти деньги, чтобы дети могли нормально учиться в школах, которые хорошо финансируются. Вот это принципиально важно. Хорошо. И все-таки вот в конце передачи я хочу задать нашим гостям простой вопрос. Какое будущее у экономики России? Вот простой вопрос, простой ответ. В долгосрочной перспективе хорошее. Я верю в нашу экономику, потому что у нас прекрасный народ, хороший толковый бизнес, и мы можем работать ничуть не хуже, чем европейские страны или Америка. Но в краткосрочной перспективе, боюсь, мы хороших результатов не достигнем, если сохраним ту путинскую систему коррупционной властной вертикали, которая была выстроена. Спасибо, я вас понял. А вы, Николай Ильич, какой будущее у нашей экономики? Я бы вообще не отделял экономику от России. Я считаю, что у России великое будущее. Но для этого нужно обязательно свернуть остатки либерального проекта в России, который до сих пор существует, и провести целый ряд национализаций. Национализация рубля, сделать центральный банк зависимым от правительства, как это здравый смысл диктует. Нужно обязательно национализировать природные ресурсы, нужно обязательно национализировать обрабатывающую промышленность. И обязательно ввести монополию государственной торговли этими природными ресурсами, подчеркиваю, только за рубли. Так или иначе, при всей дискуссии наших гостей радует, что у российской экономики есть будущее. Это был Дмитрий Аркотовский, программа «Теперь о главном». До свидания.